МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Махачкаре проходят соревнования в рамках чемпионата рабочих профессий. Пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей. С таким багажом дагестанские вольники возвращаются на родину из Бурятии, где проходил предолимпийский чемпионат России. В Шамильском районе близ села Хибда под Камазом оборвался мост. Без транспортного сообщения остались селения Кахиб, Гуор и Хиндах. По данным МЧС, пострадал водитель грузовой машины. К месту происшествия направлен пожарно-спасательный гарнизон. Теплицы в Карабудаххинском районе пострадали в результате обильного снегопада. Из-за продолжительных осадков 11 и 12 марта многие металлические каркасы навесов не выдержали такого объема снега и под нагрузкой продавились. По словам фермеров, рухнувшие балки погубили весь урожай помидоров на площади порядка 1 гектара. Собственники хозяйств надеются на помощь государства. Убытки исчисляются десятками миллионов рублей. Накануне в Карабудаххинский район для оказания помощи от стихии выехали бригады МЧС по Дагестану. Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Он продлится до 1 мая. Верующим следует воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов, яиц, жиров животного происхождения и выпечки, а также от вредных привычек и развлечений. Отмечается, что ограничения в питании не являются самоцелью, а призваны подчеркнуть духовный смысл воздержания. По завершению поста наступит главный христианский праздник – Пасха. В этом году он отмечается 2 мая. Исторический парк и Муфтия Дагестана будут тесно сотрудничать. Соответствующий документ подписали директор комплекса «Россия. Моя история» Тимур Велиханов и председатель Муфтията Шамиль Алиханов. В рамках соглашения планируется проведение целого ряда масштабных мероприятий. Просветительские лекции, тематические выставки, конкурсы, кинопоказы и не только. Обе стороны намерены усилить работу с молодежью по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Цели исторического парка и Муфтиятова очень близки. Мы с обоих сторон стремимся к тому, чтобы люди стали лучше, чтобы они были образованы. Муфтиятов реализуются множество проектов, организуются разные родные мероприятия. И площадка, предоставляемая парком «Россия. Моя история», она помогает показателям реализации и организации этих мероприятий. Заключая это соглашение, мы подтверждаем необходимость совместной и благотворной работы. Впервые в Махачкале состоялся республиканский конкурс на знания исламской книги «Нуруль-Идах». Это труд последователей ханафитской правовой школы. Конкурс проходил в виде письменных заданий и только на арабском языке. Организатором выступил Муфтият республики. Основным это касается намаза и то, что необходимо для намаза. И также она касается для поста по ханафитскому масштабу. Первый этап выявил пятерых финалистов из 26 участников. По итогам финального этапа победителя и призеров наградили ценными призами. Это все, я думаю, заслуга моих учителей, которые вложились в меня и дали те знания, которые сейчас показали мои на конкурс. Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia проходит в Дагестане. Соревнования по профессиональному мастерству национального уровня проводятся в республике уже в шестой раз. Попробовать себя в самых разных сферах. Строительство, дизайн, промышленность, транспорт, информационные технологии и сфера услуг. В этом году вызвались 357 конкурсантов. Подробнее в материале мои коллеги Лорианы Шамхалаевой. Эти киборги передвигаются по разным траекториям, поднимают кубы и шары. Казалось бы, что тут особенного, но их создали обычные школьники. Конкурсанты чемпионата рабочих профессий в категории робототехника. Ребята строят большие планы. Они считают, что такие маленькие разработки – прототип промышленных гигантов, которых вскоре будут использовать во благо всего мира. Я бы хотел, чтобы мой робот массово производился и в будущем человечество избавило от мусора. То есть автономный вывоз мусора и переработка. К примеру, перетаскивать, он может быть, первого некогда, будет перетаскивать военные артиллерии, вот это все. На этой площадке все строго по регламенту. Задания и наработки секретны. Здесь проходят состязания по виртуальной реальности. Обычно у людей это ассоциируется с компьютерными играми. Но, по словам экспертов, главный продукт – создание тренажеров для отработки рабочих навыков. Деятельность, она во многом не связана с игрой. Если мы возьмем, допустим, приложение в виртуальной реальности, недополненное виртуальное, у нас в прошлых годах были там и симулятор пожарника был, то, как ведет себя пожарник непосредственно в этой ситуации. У нас были там симуляторы альпиниста. То есть, как правило, это симуляторы, связанные с профессией. За шесть лет пятикратно увеличилось число участников чемпионата и разнообразились компетенции, что свидетельствует о популярности чемпионатов WorldSkills Russia в нашей республике. Вообще, я полагаю, что всем ребятам надо участвовать в чемпионате WorldSkills, потому как это выбор их будущей профессии, это их будущая специализация. И, соответственно, участвуя в чемпионате, они проявляют себя, проявляют все свои знания, опыт. И это им поможет, соответственно, в будущем при выборе их дальнейшей профессии. До конца недели свое творчество и мастерство почти 400 участников проявят на площадках образовательных организаций по 63 компетенциям. Ларианна Шамхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Свой юбилей празднуют заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Татьяна Петенина. Ей исполнилось 70 лет. В честь юбилея Национальный музей имени Альбека Тахагоди организовал творческий вечер. Поздравить искусствоведа пришли друзья, коллеги и ученики Татьяны Павловны. Наш музей, как главный музей Республики, взялся на первом отпраздновании юбилея. Сегодня творческий вечер, на который приглашено очень много людей. И мы будем сегодня говорить не она, а будем говорить все мы, кто ее знает, чтобы еще больше раскрыть личность этого человека. В преддверии летнего сезона в Дагестане заработал первый туристический портал. На сайте nqta.ru можно составить программу самостоятельного путешествия или выбрать готовый и недорогой тур. На платформе представлены самые популярные локации для отдыха не только по Дагестану, но и по всему Северному Кавказу. По словам разработчиков, сервис будет улучшен и добавлены новые функции для лучшего поиска уникальных мест. И о спорте. Пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых. С таким урожаем медалей дагестанские вольники возвращаются на родину из Бурятии. Там, в городе Улан-Удэ, завершился предолимпийский чемпионат России. Итоги заключительного дня с места событий подвел мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. В заключительный день чемпионата России судьба золотых медалей решается в четырех весах. В двух финалах дагестанцы померятся силами между собой, а в еще двух наши вольники выступают в качестве фаворитов. Хасавиртовец Абаз Гаджи Магомедов в Улан-Удэ отстаивал титул чемпиона страны. Обладатель Кубка мира и главная звезда категории до 61 килограммов еще вчера показал, что приехал в Бурятию только за золотом. В решающую встречу он взял верх над молодым земляком Муслимом Мехтихановым. Выход в финал, для которого теперь пока наивысшее достижение. На России слабых соперников не бывает. Все сильные соперники. Но я очень усердно готовился. И вот результат. Здесь треневский штаб. Почтает нужным. Хочу на Европу и на мир поехать. И потихоньку в олимпийскую свою категорию перейти. В весе до 65 килограммов также лидировал главный фаворит Гаджимурад Рашидов. Среди потенциальных соперников по финалу были сразу три медалиста крупных турниров. Идрисов, Шираев и Чакаев. Однако в схватке за золото чемпион мира из Каспийска встретился и выиграл у другого земляка Загира Шахиева. Эта победа приблизила Рашидова к его главной цели – поездке в Токио. Победа, конечно, нелегкая. Как и как Олимпийская Россия. Все ребята были хорошо готовы в форме. И все хотят попасть на Олимпиаду. Из-за этого приходится каждый шаг, каждый мелочь, секунды выкладываться и бороться до конца. Джамбул Дилич с 16-го года каждый год напоминает Олимпийский чемпион, Олимпийский чемпион. И сейчас тоже говорит будущий Олимпийский чемпион. Конечно, приятно, что главный тренер на тебя ставит. И мне хочется их тоже подводить, в первую очередь, себя и их тренеров в страну. В отсутствие освобожденного от соревнования Абдул-Рашида Садулаева, пальму первенства в категории полутяжей взял Алиханж Абраилов. Для призера чемпионата мира это был дебютный старт в новом весе. Махачкалинский «Динамовец» уверенно превзошел всех соперников, в том числе и прошлогоднего финалиста Сотиева. Ну, так есть прям, чтобы какие-то эмоции проскочили, не было в финале. Да, вот спокойно шла схватка. Поэтому нормально, довольный я. Буду общаться с тренером, с отцом, может, они что-то поправят, подскажут. Тут выигрывает тот, кто лучше соображает и кто настроен на этот схват. Ну, вот тут получилось так, что Алихан не дал им шансов никакого. Тактически, грамотно, все подвел, все нормально. На ошибках поймал, да? Да. Ну, даже так. Он навязал ему свою борьбу. Навязал борьбу, ему шансов не оставил. И лишь в категории до 79 килограммов дагестанцы в последний день остались без золота. Ахмед Усманов сложил полномочия чемпиона России, уступив крымчанину Малику Шаваеву. Алихан Шавраилов, Дагестан. Пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых. В медальном зачете дагестанские борцы показали наилучший результат. Победители в олимпийских весах заметно повысили свои шансы на участие в играх четырехлетия. Ребята отборолись хорошо. Кто-то не доборолся, кто-то хорошо отборолся. Я всех похвалить тоже не могу. Пять чемпионов. У нас в прошлом году было восемь чемпионов. В этом году тоже хотелось так сделать. Но получилось так. Мы восемь, шесть, семь, четыре медали отпустили. Поэтому вот эти две медали нам не хватили. Две такие еще олимпийские? Две олимпийские медали, конечно. Мы на них рассчитывали, мы на них надеялись. Разбаловано, что восемь, девять, десять медалей хотим. Ну, пять медалей. Так, люди же тренируются тоже. Все хотят выиграть. Все, что могли, ребята сделали. Длительный перелет, пять часов разницы с Москвой. По словам Замблата Тедеева, все это не сильно сказалось на итогах и на уровне борьбы, которые показали чемпионы. Я думаю, что все соперники были в одинаковых условиях. То есть, если ты сегодня готов, неважно, тебя разбудят, через два часа можно выйти и бороться. Ну, кто как тренируется, так и бороться, понимаешь? Ну, я бы так сказал. Кого разводили мы, вот, допустим, да, Федерация борьбы России, кого разводила, первый в холлит номерок, практически они выиграли. Ну, если так взять. Ну, да. Да. Вот 65 сюрпризы преподнесли молодые, так? Ну, да, но это же хорошо. Старший заснул, молодой опередил. Да, нормально. Все медалисты чемпионата России в Улан-Удэ вызваны на сбор национальной команды, где тренерский штаб и решит, кто через месяц поедет на чемпионаты Европы в Польшу. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Улан-Удэ, Бурятия. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова